здравствуйте я вас сегодня приветствую на канале червяна краса природы и сегодня хочу повести разговор о хризантеме как говорят на народная мудрость готов сани летом телегу зимой да вот уже почти середина февраля значит надо проверить маточных растений своих хризантемы как они сохранялись зимой что им не хватает ну некоторых хранят хризантему в подвалах я конечно не очень сторонник этому потому что в подвалах она темно и она вытягивается потом болезни всякие нападают лучше хранить хризантему в зимний период где-то в таком помещении более-менее светлым ну и допускаются там небольшие заморозки 1-2 градуса чтобы были а так температура 0 плюс 5 градусов вполне приемлемо для хранения в зимний период хризантемы у меня же здесь получается температура температура в этом помещении до 10 градусов в основном но солнечный светлая солнечная даже подсветка немного поэтому хризантема у меня за зимний период даже немножко подросла немножко раскрустилась вот сейчас световоды любители используют в основном два-три вида световодстве хризантем последние годы популярность набрала хризантема мультифлора это вот шаровидная хризантема различных расцветок вот она характерна тем что формирует период цветения красивые шары и цветет разные сорта от разными цветами радуги ну и это второй популярный вид это хризантема махровая на нее там говорят корейская китайская индийская ну это тоже махровая хризантема красивая но она более высокорослая более требовательная температура значит но в условиях в условиях юга нормально себя чувствуют оба вида хризантемы чем характерна допустим хризантема мультифлора она любит солнечное солнечное расположение и довольно таки влаголюбивая культура хризантема заливать конечно сильно не не надо но должна почва должна быть всегда увлажненная для своего роста и роста один куст конечно хризантемы требует очень большой площади потому что он может разрастаться до до 50 80 а то и до метров диаметры вот поэтому требуются открытые солнечные площадки и с хорошим с хорошим плодородием хорошим освещением хризантема махровая ну она так сильно не разрастается но она и зато более высокорослая разные сорта достигают до метра высотой но зато формирует конечно красивейшие махровые пумпонные бутоны тоже много различных расцветок ну требует конечно она для того чтобы получить такие крупные цветы необходимо обрывать все лишние завязи цветочные оставлять на стебле один одну завязь тогда получается прекрасные цветы ну еще хочу остановиться что размножается лучше всего хризантема двумя способами один способ это делением куста вот здесь я вам показываю куст аккуратно его можно разделить секатором и вот рассаживать каждое отдельное растение уже вот с одного куста получается 5-6 новых хороших растений ну и второй самый такой распространенный способ это способ черенкования значит вот на примере этого куста берем срезаем степень который уже подрос и делаем с него череночки значит обрываем лишние листья и подрезаем значит подрезаем верху листа вот я использую вот такие ножи что используются сейчас в строительных ножах которые для обрезки шпалеры и так далее значит один из основных таких прием ну задач очень острый должен быть нож для того чтобы меньше травмировал срез срез вот этого растения чем срез будет произведен острым ножом и желательно срез производить под между узликом тут где значит череночек отходит тут наибольшая вероятность хорошего образования корневой системы чем острее будет острым ножом произведен стресс тем быстрее вот черенок образует кал калосообразование произойдет и начнут появляться корешки значит его потом после того как мы срезали желательно окунуть кончик корневин вот такой из корневин вот специализированных магазинах порошок в значит макаем корчик кончик и я потом применяю вот кассеты кассеты набиваю смесью торфяной и и потом аккуратно вставляю и провожу полив и где-то через две-три недели уже начнут появляться первые корешочки в зависимости конечно от окружающей среды если температура будет позволять там выше 20 корнеобразования начнет появляться раньше если температура будет меньше значит позже вот у меня здесь стоит кассета я это сделал черенкование где-то в начале зимы вот и получается что у меня здесь температура более-менее и вот она за зиму уже укоренилась моя хризантема мультифлора вот теперь вот таким движением вытягиваю значит готовый череночек обросший с хорошей корневой системой и для того чтобы росло дальше сажу в девятый горшок это мультифлору сажу торфяную смесь поливаю выставляю там на стеллаж и в таком состоянии наблюдаю хризантема начинает развиваться дальше для того чтобы получить конечно хороший товарный куст хризантемы к осени этого горшка будет мало поэтому надо где-то горшок иметь на 2 литра вот но тоже я же говорю что требует большого расстояния горшок от горшка чтобы растения не соприкасались друг с другом и не затеняли друг друга потому что если плотно только вы поставите горшки хризантема не будет расти вширь а будет вытягиваться к солнцу и такого куста красивого не получится а получится переросший куст не с таким товарным видом ну конечно каждому кто хочет развести допустим для себя желательно там осенью выделить себе маточные растения вот дождаться дождаться чтобы они перезимовали ну если не в условиях вот оранжереи там зимней то надо ждать где-то конца апреля начало мая когда куст уже разрастется и будут более грубые стебли тогда уже надо будет начинать черенкование а в принципе очень хорошая культура и осенью это один из основных цветков который пользуется огромнейшим спросом потому что начиная с августа месяца и до самых морозов красиво цветет и берут на украшения и ресторанов и свадьбы на подарки на участки потому что осенью уже мало какие цветы цветут а хризантема считается королевой осени так что пожалуйста ничего сложного нет в том чтобы размножить хризантему в домашних условиях приложить немножко руки и все у вас получится поэтому сейчас я буду на этом заканчивать если какие вопросы пишите в обсуждениях я с вами поделюсь может какими секретами а так всем хороших сходов хороших цветов хороших урожаев и овощей пока до свидания и я хочу повторить